nf audi китайский бренд который неплохо себя зарекомендовал сегодня я решил рассказать об одной из их моделей под названием nf audio in a2 плюс похвастаться они однозначно могут своей сборкой и топовыми материалами также отличная комплектация и разумеется великолепный звук не будут тянуть и сразу перейду к обзору полетели 7 обзоров неделю выгружаю ежемесячно разыгрываю пять ми бэндов 6 серии за лайк подписку и комментарии к любому видео условия конкурсов которых под конец месяца всегда много и мои контакты в описании в прикрепи мой телеграм-канал с промо кодами на ли все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме стараюсь сейчас еженедельно делать стримы вне политики на лайв канале можете подписываться единственное я вам не обещаю что они будут сохраняться их обычно удаляют поэтому приходим спрашиваем вопросы по технике делимся чем-нибудь хорошим и позитивным помогаем друг другу перейдем же к наушникам полетели упаковка презентабельная на подарок однозначно зайдет на ней изображены наушники информация внутренняя часть упаковки оранжевая достается все легко внутри нас ожидают по отдельности наушники и кабель ко всему есть неплохой набор амбушюр переходник на 6,35 миллиметра и плотный чехол для переноски в добавок он небольшой что хорошо также есть краткое руководство коробка пришла слегка помятая в углах но это не критичный запах клей не ядерный летим дальше наушники поставляются только в серой расцветке с фиолетовым оттенком дизайн приятный как по мне выглядят они крайне солидно наушники выполнены из пятиосевого резного авиационно-алюминиевого материала оля сплава в габаритах небольшие 22 миллиметра на 21 на 21,7 миллиметра по самым объемным частям звуковод средний по размеру форма круглые в размерах он 4 миллиметра на пять с половиной миллиметров звуковод имеет выступ для крепления амбушюры и металлическую сетку что хорошо наушники вместе с кабелем весят 32 грамма на корпусе расположили маркировку левого и правого наушника название модели и логотип производителя одно вентиляционное отверстие и одно компенсационная сборку наушников очень хорошая за что однозначный плюс далее кабель посеребренный и бескислородные 5 н по качеству хорошие но встречала лучше у меня за время использования не запутывался что хорошо за ушины мягкие дискомфортно при носке не доставляют с одного конца металлический стекер на три с половиной миллиметра наш любимый миниджек но прямой к сожалению хотя многим наоборот нравятся прямые по мне г-образные удобнее с другого конца 2 пиновые на 0 78 миллиметра контакт летим дальше наушники оснащены динамическими излучателем на 10 миллиметров диапазон частот нестандартный но с запасом 9 герц до 40 килогерц чувствительность 107 децибел импеданс 32 ома сопротивление кабеля ноль целых сто девяносто восемь тысячных ома пассивная звукоизоляция заявлено до 25 децибел но опять же включаем погромче музыку и все и ничего не слышно в округе как по мне пассивную шумоизоляция хорошая но все зависит по большей части от того как вы подберете под себя амбушюры посадка из-за эргономики очень удобно и сидят в ушах хорошо при тряске головой не выпадают я прослушивал музыку на протяжении двух часов и дискомфорта никакого не обнаружил возвращаясь комплекту можно сказать что чехол для переноски действительно удобный так как легко помещается в карман джинсов конечно по большей части его лучше класть в куртку или карман портфеля но это не металлический бокс как был у наушников на которой я совсем недавно делал обзор летим дальше звучание на 100 процентов громкости каши нет графика чеха кому нужно вы можете наблюдать на экране но как по мне в любом случае чтобы понять подходит ли вам звучание нужно вживую послушать как звучат те или иные наушники как они вам подходят со своими источниками со своими композициями которые вы обычно слушаете вы сами прекрасно понимаете что многие пишут что от источника ничего не зависит от кабеля ничего не зависит от качества записи но влияет все просто в разной степени я тестировал данные наушники по большей части сферка 5 про мой любимый комбайн а также когда выходил на прогулку брал свой плеер шарлинг м8 отмечу что для любителей качающего баса данные наушники не совсем лучший выбор так как бас объемные в меру глубокий но среднего баса по мне мало понятно что я сам могу сказать себе же что бери эквалайзеры работой но в принципе они не являются басхедными хотя опять же затычки все-таки про басы середина мягкая и теплая высокие отличные очень удивительно для затычек вокал отыгрывают выразительные разборчиво но без лишнего акцента как наушники справляются с инструменталом мне особо понравилось я бы сказал что очень достойно детальности слегка не хватает как по мне баланс частот хороший ничего не заползает друг на друга сцена ближе к широкой но при смене амбушюр звучание может слегка меняться что очень даже хорошо я даже скажу что она сильно меняется в зависимости от того что вы подберете помните же как пенные работают до микро детальности разумеется здесь практически нет я бы однозначно посоветовал данные наушники для более расслабляющей музыки так как эти лучше своим звучанием как по мне не напрягают при длительном прослушивании что важно из минусов отмечу лично для меня не самый лучший кабель я бы сразу заменил и прямой штекер вот это уже на вкус и цвет конечно это что звучание имеет небольшой окрас тюнингом то есть натуральности чуть чуть не хватает и они удивительно что плюс и минус не басхедные цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео если промо коды посмотрите моем телеграм канале по ссылке в прикрепленном комментарии вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки я туда обязательно скину промики либо выгодные предложения по 30 постов в день не делают кидают только то что считаю нужным в основном либо я делал на это обзоры либо я этим делом пользуюсь резюмирую nfi audio n и 2 плюс как по мне хороший выбор в первую очередь по причине отличной сборки и материалов они действительно здесь топовые во вторую очередь достойная комплектация с качественными амбушюрами и отличный чехол для переноски звучание также является сильной стороной этих наушников за что однозначный плюс но слушать желательно они продаются уже довольно давно отзывов по поводу них просто море людям в целом они зашли я не видел ни одного отзыва из разряда не понравились те кто собирают коллекцию считаю что подобное маст хэв подписывайтесь колоколом ставьте лайк за труды пишите в комментариях на что еще бы вы хотели увидеть обзор девайсу однозначное да добра и удачи вам дорогие друзья